здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия или кого со мной сегодня в студии мой невидимый собеседник с которым мы уже неоднократно разговаривали в том числе в одной из последних передач про правительство марио драги про ситуацию в италии здравствуйте добрый день из италии приходят интересные новости летом в июле правительство марио драги подал в отставку в конце сентября в италии проходят внеочередные выборы по прогнозам прогнозы которые дают социологи какие-то удивительные что там происходит действительно сейчас в италии очень интересная ситуация когда правительство избранное восемнадцатом году коалиционное правительство которое с трудом собиралась она в течение вот этого своего короткого срока пребывания неоднократно претерпевала какие-то скажем так внутренние кризисы это привело к появлению как раз премьера марио драги про которого мы разговаривали который действительно очень техничный уверенный в себе управление с которой сначала был принят на ура но в течение последнего года подвергался очень острой критике была волна протестов когда его призывали уйти в отставку политическая ситуация складывалась таким образом что все внутренние коалиции начали трещать по швам в итальянском правительстве и стеблишменте и вот то что мы видим 25 сентября у меня очередные выборы что в них необычного и почему такое внимание именно к этим к этим итальянским выборам в течение вот этих выборов мы можем увидеть очередной правый ренессанс теперь уже в италии буквально только-только прошли выборы в швеции когда шведские демократы тоже ультра правая консервативная партия набрала неожиданно порядка 20 процентов голосов напомню что эта партия считалась долгое время маргинальной не приветствовалась в швеции в 2006 году на первых выборах они получили менее 3 процентов голосов с тех пор постоянно росли и вот теперь как бы приход такой партии во власть он очень пугал шведских избирателей многих но тем не менее вот за него так проголосовали в италии сейчас складывается похожая ситуация когда однозначно победу пророчат правой право центристской но скорее это все-таки правая коалиция которую в свое время создавал политический тяжеловес сильвы берлускони всем нам хорошо известный из чего состоит эта право центристская коалиция это лига бывшая лига севера партия самого берлускони форца италия вперед италия и фратели детали братья италии и вот о них наверное интереснее всего поговорить что такое фратели детали это политическое объединение которое в италии очень стойко ассоциирует с неофашизмом и с такими ультра консервативными даже радикальными политическими движениями прошлого она берет свое начало наверное стоки еще в движение которое существовало до 90-х лет и момента с учали до италия социальное движение италии и далее национальный альянс ну то есть вот понятен общий вектор этого политического движения из которого на настоящий момент выросли фратели детали почему они считаются неофашистские организации почему их так опасаются тут достаточно сложно объяснить почему вот такая стойкая ассоциация потому что лидер этой партии джорджи мелони она действительно скажем так во времена своей молодости где-то на исходе 90-х годов когда и было около 20 участвовала в различного рода политических акциях и в одном из каким-то чудо сохранившихся интервью действительно очень позитивно комплементарно называлась о муссолини но буквально две фразы которые приписывают говорят о том что она оправдывала его действие говорила что все что он делал он делал для италии в интересах страны и вот этот же лозунг она в течение всего времени своего существования в политике берет на вооружение говорит что все что мы делаем и будем делать для итальянцев и говорит о том что во первых и в первую очередь всегда италия и итальянцы а вот у братьев италии существует своя политическая программа она буквально сформулирована там на очень небольшом количестве те в очень небольшом количестве текста это 15 приоритетов которые сформулированы таким образом что как бы ну вот они и отражают всю эту повестку социально-ориентированную популистскую в то же время ультра консервативная и что немаловажно анти иммиграционную но то что вы сейчас рассказали по сути вы же сами рассказывали все время про партию лига лига севера почти те же самые лозунги и призывы совершенно верно мы для того чтобы вот сейчас понимать что и как происходит мы должны посмотреть на итальянские выборы восемнадцатого года когда был тоже интересный очень расклад тогда правоцентрическая коалиция заняла 37 процентов голосов они распределились следующим образом у лиги было 17 процентов с небольшим у партии берлускони форца италия 14 процентов и у братьев италии было 4 целых три десятых процента я помню что тогда было очень много даже вот не критики а таких скажем насмешек от джорджи мелони с ее резкими категоричными высказываниями в связи как раз ее очень низким электоральным рейтингом буквально спрашиваю ну куда если даже нет пяти процентов какие могут быть планы на премьерство это именно сегодня в двадцать втором году заголовки очень многих итальянских газет западных мэнстрим газет пестрят с такими лозунгами такими названиями как вот джорджи мелони будущий премьер италии джорджи мелони возможно первое буду первая женщина премьер-министр италии и так и так далее так далее буквально вот за этот период с 18 до 22 по 22 год ее личный рейтинг вырос ну просто в разы достаточно сложно говорить о каких-то точных цифрах когда речь идет о замерах общественного мнения потому что ну честно надо сказать что каждая из партий она показывает тот замер общественного мнения который и более удобен особенно это мы видим кстати на тех данных которые представляет мотаю сальвини но тем не менее в разы этот рейтинг и и вырос и одновременно потянулся и рейтинг партии на настоящий момент рейтинг братьев италии составляет по разным оценкам от 24 до 26 процентов голосов в 5 раз да было 4 3 больше чем 5 раз было 4 3 да при том что у лиги севера у лиги этот рейтинг наоборот снизился не скажем что в разы но это теперь от 12 до 14 процентов и и форца италия берлускони она как бы всегда примерно в одних и тех же цифрах это 7-9 процентов что интересно рейтинг партии берлускони совершенно не коррелирует с его реальным политическим весом потому что та коалиция которая сегодня идет на выборы это снова коалиция собранной берлускони то есть он опять их собрал и на 5 их балансирует уравновешивает этих политиков которые каждый из которых очень лидерского типа абсолютно так да сегодня мы видим что премьерские амбиции есть и у джорджи мелони из братьев италии и у матео сальвини тоже есть примерские амбиции если мы обратимся вообще к истории лиги буквально последних там трех-четырех лет то на выборы шла уже не лига севера в последние годы шла лего сальвини премьер то есть лига за премьерство сальвини абсолютно вождецкого типа и тоже достаточно интересная ситуация итальянцы очень хорошо и скажем так на позитивных ожиданиях воспринимают политиков которые приходят ну как бы вновь даже если они в какое-то время уже были в политике и уходили а к этому еще вернусь сейчас очень позитивное ожидание ну вот судя по вот такому рейтингу у определенной части электората существует относительно джорджи мелони то есть от нее чего-то ожидается она обещает много да она очень четко себя позиционирует про себя она говорит что она женщина итальянка христианка и политик то есть очень четко себя определила а да она еще подчеркивает что она мать потому что у нее маленький ребенок и считается что вот тот фактор что она семейная женщина что у нее ребенок с которым она фотографировалась то есть у нее есть дом не и семья она совершенно таких консервативных ценностей вот это тоже в какой-то момент очень хорошо сыграло на ее на рост ее рейтинга и здесь мы как раз обращаемся к матеус альвини который когда шел на выборы до восемнадцатого года у него скажем так компанию его выборную можно назвать пред электоральную и пост электоральную потому что она в принципе не прекращается но матеус альвини точно также набирал голоса активно когда он позиционировал себя как итальянца защитника традиционных ценностей традиционной семьи как отца буквально так что на каждой встрече с избирателями но будь то в маленьком северном городке или в маленьком южном городке куда до поры до времени лига вообще не обращалась за голосами или избирателей будучи северной лига все-таки за отделение поданий когда-то и матеус альвини на всех этих встречах позиционировал себя как отец он говорил я обращаюсь к вам как отец моя дочка ждет меня вот мы должны с вами вместе заботиться о благосостоянии нашей страны и наших детей то есть это в каком-то смысле близнецы братья эти две партии похожие очень похожие партии очень похожая риторика очень похожая даже скажем так история ну в кавычках потому что мы еще не знаем как обернется история успеха даже те лозунги которые заявлены в программе fratelli детали если мы посмотрим сформулированы этот план поддержки семей да это увеличение увеличение поддержки малого бизнеса буквально там удвоение пенсионных пособий это все в свое время говорил сальвини буквально один в один если сравнивать вот так вот программу сальвини которая озвучивалась программа лиги и программа meloni параллели ну скажем так на очень большое количество процентов совпадают главное что они заявляют это и другая партия приоритет итальянцев и италии они совпадают также в представлениях о евроскептицизме если сальвини скажем так ну лет десять говорил назад о том что стоп евро да и ital exit выход из ес был у него такой лозунг но до тех пор пока вот он не стал уже в establishment пока он не стал вице-премьером потом министром вот то же самое говорит и meloni что нам необходимо пересмотреть многие европейские бюрократические процедуры нам необходимо пересмотреть евро нам необходимо говорит она также и подумать о скажем так может быть как каких-то отходах от европейской политики либо о пересмотре европейского пространства в целом тогда можно поподробнее что это за человек джорджи мелони про нее ну как интересная личность как любой политик который вот активно проходит скажем так вершину своей европейской страны политики джорджи мелони достаточно долго была в тени скажем так и берлускони и в тени на своего коллеги матео сальвини который ну действительно он переживал ренессанс собственной популярности это было в девятнадцатом году то вот сразу после выборов когда его twitter его там все его социальные сети были завалены такими комплементарными комментариями его называли капитан веди нас не сдавайся мы с тобой вот что касается мелони все это время она была в тени держалась тени и казалось что как бы это человек но для политики новый но если посмотреть внимательно во первых она уже с молодых лет действительно там будучи еще студентка принимала участие в каких-то политических акций причем именно правой направленности и консервативной уже в 21 год она участвовала в выборах то есть как бы очень амбициозно и тогда нашла от движения popolo della liberta это тоже было движение организованное берлускони вот эта партия существовала порядка шести лет не так долго в тринадцатом году уже ее не было и примечательный факт который как бы немножко скользает из внимания в 31 год она уже стала министром правительстве берлускони правда министром без портфеля она представляла министерство по делам молодежи и спорта то есть как бы человек в политике не новый с одной стороны примечательно то что она была самым молодым министром и третий примечательный факт состоит в том что из этого правительства она тоже ушла то есть такая стойкая оппозиционная тактика а подробнее про нее то есть она училась семья вот вот эта часть ну ее биография как бы сейчас активно разбирается ее биография да то что вот ее отец он был левой направленности что она сама из области вокруг рима и как бы там традиционно поддерживались другие течение неправые то есть как бы вот она оказалась не в мейнстриме но не так много известно про ее биографию потому что человек показывает то что она хочет показывать вот она сейчас активно себя в последние годы позиционирует именно как женщина мать поборница традиционных ценностей как итальянка христианка ну и так далее то есть тут наверное нет смысла большого разбирать биографию потому что мы увидим только то что выставляется для потребителя вот ну от берлускони она тоже ушла в двенадцатом году и как раз тогда начинает основываться вот это вот партия новая fratelli детали кстати она туда уходит не одна с ней же уходит и вида к розетте игнацию ларусу это тоже люди из правительства того что того же периода у берлускони они тоже были в попло де ла либерта народе свободы но потом уходят и организуют свою партию fratelli детали почему мы опять же можем знать только официальную версию но есть такое большое убеждение что все-таки уходят они потому что для них это было слишком умеренным правительством то есть все-таки берлускони он как опытный политика он очень давно в политике до этого он давно в бизнесе то есть человек который пытается все время как-то все уравновесить он пытается найти баланс из того же правительства от него кстати уходил и он берта босси который тогда представал лего лигу лигу севера ту самую лигу которую сегодня ведет маттео сальвини вот ну то есть мы видим вот и те и другие представители правых от него ушли тем не менее снова на выборах он собирает коалицию именно из этих сил скорее всего потому что именно по его мнению они могут привлечь наибольшее количество голосов избирателей а какое отношение fratelli италии к миграционным проблемам у братьев италии резко отрицательные отношения к миграционным проблемам я бы хотела буквально наверное что-то зачитать потому что чем отличаются именно итальянские правы они очень активно используют антимиграционную риторику это и понятно потому что нелегальная миграция это большая проблема для ты для италии которые находятся первой страной на пути вот больших потоков миграционных из африки очень сложно особенно вот было в последние годы когда были и антиковидное ограничение перекрытие границ потом одностороннее перекрытие границ стороны соседей италии таких как франция например который просто перекрывала италия стала не справляться перестала справляться с тем потоком беженцев которые приезжают и эта проблема стала ну как скажем буквальном смысле выплескиваться на улице на проблеме вот это нелегальной миграции сделал себе буквально вот электоральный рейтинг матеус альвини но он поддерживал его вот этот вот скажем так резкий язык в отношении миграции но в какой-то момент он стал становиться более умеренным уже находясь в правительстве будучи уже вице-премьером но это понятный закономерный процесс когда он не может наверное вот как официальное государственное лицо настолько резко высказываться и в этот момент вот эту резкую риторику абсолютно невоздержанно подхватывает джорджи мелони ну во первых она предлагает сразу блокировать общеевропейские какие-то инициативы такие как дублинский регламент по которому италия должна обязана принимать вот все эти потоки мигрантов потому что она первая страна что же еще она предлагает ну как одна из мер фратели италия предлагают немедленно из страны депортировать иностранцев совершающих правонарушения и передавать их для собственного понесения наказанием государства происхождения то есть совершил правонарушения сразу уехал о том же примерно говорил матео сальвини вот об этом же но громче и ярче говорит джорджи мелони может быть на сегодняшний момент ей верят больше потому что еще не было возможности проверить как на самом деле это будет исполняться то есть предлагается в принципе этой партии фратели высылать нелегальных мигрантов прекратить совсем прием мигрантов и беженцев а также отменить вот эти вот меры социальной поддержки для тех мигрантов которые не являются женщинами детьми но и семьями которые действительно пострадали от каких-то там от военных действий которые могут это подтвердить о том же самом говорил и матео сальвини и продолжает говорить но в более умеренных тонах мелони говорит об этом громче резче и предлагает более простые решения кроме того партия братьев италии предлагает разрешать в целом миграцию только для тех национальностей только для тех людей для людей из тех стран которые уже доказали свою способность к интеграции то есть что их очень пугает что они не смогут интегрировать и люди не будут разделять их ценности мы помним что она себя позиционирует именно как христианка итальянка то есть она на первое место ставит все таки вот такую вот свою европейскую идентичность вот то есть они себя позиционируют как защитников христианской культуры и если их кто-то не устраивает и не готов принимать вот как бы не то есть никакого мультикультурализма либо вы приезжаете в италию разделяете ценности интегрируетесь либо вы не приезжаете примерно так кроме того как защитники христианских ценностей братья италии предлагают поддерживать по всему миру но и особенно в тех странах куда уезжали итальянцы христианские общины которые дискриминируются либо преследуются обществом то есть как бы и за границей италии вот эта вот забота и поддержка христианские ценности она тоже выносится кроме того что еще важно но это опять-таки лозунг который один в один роднит братьев италии и лигу это но и у соли нет вот скажем так и у соли это такая норма которая разрешает детям рожденным на территории государства обретать гражданство независимо от гражданства родителей и сальвине с лигой и мелоне с братьями италии высказываются об этом отрицательно сальвине в период своего вице-премьерства и будучи министром внутренних дел эту норму не реализовал ну видимо просто это настолько быстро не делается там пришел к вид был немножко не до этого но постоянно высказывался теперь то же самое говорит мелоне есть очень очень похожие лозунги то есть риторика ужесточается и вот такой вопрос а какое отношение у этой партии к российской федерации тоже хороший вопрос потому что есть опять-таки много растиражированных статей в западной прессе и в итальянской тоже которая во многом идет за заявлениями левой демократической партии и за заявлениями пяти звезд заявлениями министра иностранных дел от бывший бывшего лидера пяти звезд луч дима и которые говорят о том что если правоцентристская коалиция придет к власти к власти придут друзья россии да потому что сильвой брелускони он уже много лет считается что он личный друг президент российской федерации путина и сохраняет эту позицию как бы он однозначно ассоциируется чтобы он не говорил вот в последние там полгода и матеус альвини который скажем так он свое время прославился тем что он приходил на заседании европарламента в майке с изображением президента российской федерации он неоднократно приезжал в москву и про него все время говорят что это друг россии он будет проводить пророссийскую палец в политику тот же самый матеус альвини неоднократно высказывался о том что необходимо снять санкции с россии и нужно вести диалог что интересно когда матеус альвини и лига все-таки стали частью правительственной коалиции мы помним что ни разу они не проголосовали за снятие санкций с россии все осталось так же как было то есть как бы ну вот ничего не менялось тем не менее вот его и берлускони традиционно и очень четко ассоциируют ну скажем так с русофильством даже с тем что вот они любят россии они будут играть в эти ворота вплоть до того что даже луиджи демайо когда развалилась коалиция его вернее когда он сам вышел из партии стал говорить о том что это все происки москвы что в италии сейчас будет меняться правительство драги уходят это тоже происки москвы там всячески заклинает чтобы не голосовали за право центристов но при этом если мы посмотрим на риторику на сайт на те выступления которые озвучивает джорджи мелони то мы увидим что это абсолютно антироссийская партия причем это даже не сегодняшняя политика не 22 года не 21 так было и до выборов восемнадцатого года потому что если смотреть внимательно то что она говорит были какие-то высказывания когда она призывает почтить память итальянских скажем так итальянских героев второй мировой войны причем она не имеет ввиду героев сопротивления тех которые в общем то боролись с гитлеровской коалиции она имеет ввиду тех кто был на стороне гитлеровской коалиции для нее они герои то есть на восточном фронте тоже были герои ну вот у нее позиция такая то есть мы видим что в одной коалиции окажутся партии с диаметрально противоположным отношением к россии поэтому конечно сложно предполагать как будет развиваться событие если все-таки она станет премьером если эта партия наберет большинство а пока на сегодняшний день ожидания по экзит по по вопросам общественного мнения такие что правоцентрическая коалиция может набрать от 41 до 48 процентов голосов конечно это разброс но даже 41 процента им хватит потому что по скажем так по нормам итальянской политики та партия или та коалиция которая набирает больше 40 процентов голосов может формировать уже правительство причем они могут как приглашать к себе другие партии так и увеличивать количество кресел сенаторских для представителей своих же партий причем опять-таки интересный момент который может им помочь формирование правительства буквально двадцатом году уже с подачи как раз пяти звезд которые приходили как очень такая анти истеблишмент партия до анти истеблишмент движения и которые призывали неоднократно к сокращению количества сенаторов призывали уничтожить золотые парашюты да вот они все-таки провели вот такое голосование и количество сенаторских кресел сократилось теперь мы видим что действительно для занятия большинства в парламенте итальянском будет достаточно вот того количества которым на данный момент могут набрать правоцентристы и есть еще один момент наверное связаны с левыми потому что в италии есть очень скажем так но италия традиционно делится на две части южная северная до промышленная и сельскохозяйственная и есть также вот это деление на правых левых то есть есть люди которые категорически не приемлют правых и достаточно сильное левое движение она в связи вот с какими-то неприходящими социально-экономическими трудностями которых живет италия последние ну 10 лет точно левые утратили свои позиции но на прошлых выборах у левых было меньше 20 процентов демократическая партия тогда занимала такое скажем но не ведущее место у них было 18 с копейками процентов сейчас у них больше 20 тоже по разным оценкам от 24 до 28 процентов это либо одна треть почти либо одна четверть до голосов и есть вероятность что избиратели которые против правых особенно против мелони они могут консолидироваться и отдать свои голоса даже не за левых а за тех кто не допустит прихода мелони потому что даже женщины которым она традиционно апеллирует если посмотреть очень большом скажем так напряжение и есть выступление против нее таким образом мы можем сказать что независимо от того как сложится ситуация на выборах она будет непростая может быть не настолько непростая как в 18 году когда почти три месяца не могла сформироваться правительственная коалиция может быть сразу будет сформировано правоцентристское правительство но наличие в правоцентристской коалиции двух лидеров настолько с четкими премьерскими амбициями как у сальвини который много лет идет к премьерству и готов был поступиться даже по столу вице-премьера и развалил правительство по сути привел к развалу к развалу правительства с пяти звездами только для того чтобы иметь возможность продвигаться дальше к премьерству и джорджа милоне который тоже оказывается не со вчерашнего дня в политике и с буквально самых молодых лет идет опять же с четкими премьерскими амбициями будет сложно при том что у них есть позиции диаметрально противоположные вот в частности во внешней политике ну и в собственных лидерских устремлениях безусловно это будет использовано левыми силами демократической партии тем объединением в который шел экс-премьер моттео ренци и как бы ни сложилась ситуация в италии на выборах в конце сентября 22 года одно ясно что скучной она не будет и однозначно позиция однозначно позиции в итальянской политики не будут распределены спасибо за внимание до новых встреч